друзья мои всем привет сегодня видео актуально для меня я не знаю насколько это актуально для вас и вообще для зимнего сезона но я собираюсь в отпуск вот совсем скоро мы уже уезжаем и я поэтому к вам сегодня с своими покупками купальников и пляжных принадлежностей которые я совершил недавно по причине того что вот как я уже сказал мы собираемся в отпуск и последний раз мы ездили на моря вот до ковида еще и за время ковида то есть два с чем-то года до 2 в общем два года плюс я так поднабрала хорошенечко вес и поэтому старые мои купальники на мне как бы уже плохо сходятся скажем да поэтому я решила что мне нужны новые купальники и я в общем то знаете я вам хочу сказать что купить купальники зимой это не просто потому что это не сезон время не сезон хотя у нас в канаде вот именно перед рождеством появляется очень много купальников и всяких там накидок для пляжа и всего такого почему потому что именно вот рождественские каникулы очень многие уезжают на моря на югах это мексика куба доминикана в общем ну вот такие вот мы едем мексику вот на джамайку многие в общем короче мы мексику естественно там вся жизнь в течение недели происходит в купальнике то есть в принципе вечером переодеваешься в какой-то платье что такое а вообще целый день у бассейна у моря и в общем купальник не снимаешь практически себя поэтому их надо много то есть вот один два три я купила 4 потому что по моему опыту прошлых наших поездок купальников надо штуки 4 потому что они очень медленно сохнут там влажность очень короче бродить в мокром не очень приятно ну и вообще пусть будет купил я их не очень дорого поэтому вот так решилась на на все четыре сначала купила думала дом примере что-то сдам что-то верну в результате оставила все и сейчас вам буду их показывать и даже наверное примере если осмелюсь если получится хорошо то поставлю пример если получится не хорошо то не буду потому что я кажешь не модель конечно я женщина с определенным весом в определенном возрасте когда уже купальники как бы надеваешь и потому что ты на море или в бассейне и ты не можешь сидеть одетая но светить на камеру на ютюбе своими телесами в купальнике я как бы немножко мы посмотрим купальники все закрытые конечно я открытые купальники уже не ношу давно вот поэтому буду вам сейчас показывать рассказывать что я купила я надеюсь что вам это будет каким-то образом интересно потому что все-таки зимой таки многие едут отдыхать на моря в теплые страны именно потому что зимой холодно противно неприятно а хочется поехать тепло и плюс ко всему ну люди ходят бассейн люди ходят так сказать спортзал и все равно бане сауны купальник все равно нужен и так три из четырех купальников которых я купила эта компания gotex эта компания известна мне еще по израилю израиля это считалось самая дорогая самая лучшая компания производитель купальников это израильская компания и она очень дорогая и очень люксовые купальники считались я давно не попадались мне они здесь в канаде ну вот вдруг в нашем магазине winners который такой же как американский стичи макс я наткнулась на купальники их было три штуки они все были примерно моего размера три было размер 10 и один был размер 12 ну честно говоря они вообще практически не отличаются никак и ничем я вообще потом если померю то покажу и вы поймете значит они очень простые по форме собственно то что мне и нужно но очень красивые расцветки вот этот первый купальник посмотрите какая у него красивая расцветка он очень обыкновенный ничего в нем нету вот просто вот такой вот купальник шлейки регулируются брительки и сзади вот так вот никаких там вырезов больших лишних нету все как бы очень очень удобно потому что вот есть купальники где извините все нам навываливается наружу когда вы худая и молодая it's ok когда вы не очень худая и вообще совсем не молодая то это совсем не ok как подходит к моим очкам а класс значит здесь в районе груди у него есть небольшая вот такая вот вставка которую можно достать она не толстая со свечи и это не делает вам очень большой бюст что хорошо плохо не знаю кому нравится здесь вот значит в районе декольте такая резинка она же существует на на брительках и прекрасная совершенно ткань чем они почему они дорогие купальники потому что они сделаны из такой ткани которая с одной стороны вас утягивает с другой стороны не сжимает и не давит и не душит и плюс очень красивые расцветки значит компания вот так называется gotex вот это вот задом наперед я показываю ну вот читайте с этой стороны gotex в 80-х годах купальники компании носила принцесса диана и очень много всяких знаменитостей я вам хочу показать значит вот эта цена 182 доллара он стоит оригинально это американские доллары в канадских это еще больше класс как это где-то 220 на что такое и они я видела на селе купальники этой компании на амазоне они стоили 150 то есть тоже как бы не дешево совсем и вот я его купила за 50 долларов 49.99 в нашем винарсе это размер 10 еще раз повторюсь и вот такой вот расцветки 2 купальники я купила расцветки другой но очень похожего фасона у него немножко другой вырез такие же шлейки тоже самое сзади вот и вот такой вот он расцветки очень красивой расцветки у него немножко другая ткань и он был в gotex немножко подешевле у него стоит цена 168 американских и 210 канадских вот видите здесь написано 168 американских 210 канадских что означает значит тот 189 американских он сто где-то тоже наверно под 250 наших долларов ну вот он тоже продавался за за 50 все они стоили одинаково хотя оригинально они немножко были разной цены здесь тоже вот этот вот вставка в районе груди в общем очень красивый такой красивый парень красивая расцветка и третий купальник тоже компании gotex необыкновенно красивый такой голубой цвет у него тоже круглый сделано в круглой декольте вернее квадратное декольте бретельки значит здесь под груди у него какая-то к типа мережечки такая у меня оторвалась от него этикетка но он тоже стоил порядка там 180 долларов и тоже я купила за 50 за цвет необыкновенный потрясающе красивый цвет причем внутри он весь на подкладке и сделан он очень хорошо все они внутри на подкладке вот такой вот сделано это очень хорошо очень качественно прекрасный прекрасное качество этих купальников и третий купальник я купила не знаю зачем это звучит конечно это не gotex это какой-то другой бренд австралийский я не знаю где от него этикетка где-то внутри там болтается значит это размер medium а кстати сиреневый купальник 12 размера а голубой и голубой он 10 это размер medium но тем не менее он мне как раз он вообще стоил вообще он стоил 30 долларов 29 99 и он очень симпатичные расцветки вот такой вот он такой фасона немножко большие нам из для чашки плотные они как бы делают прямо вам такой прямо груди груди но ничего страшного сзади он тоже вот так вот просто обычно вырезан тоже бретельки на регулируется тоже вот внизу вот тут вот ничего не вырезано слишком все очень все очень прилично он сделан вот так вот у него как бы сшито в швах вот такие вот рюши рюши как это называется ну в общем и сверху вот такой вот масончик такой вот тоже очень неплохо очень хорошо сидит он подешевле вообще в принципе у него ткань такая попроще тоже а подкладки нету вот но где-то я нашла что он конечно сделаю в китае но компания австралийская кстати купальники gotex шьются в марокко то есть хотят компании израильская но шьются они в марокко и в общем вот таким образом давайте я примерю быстро очень короткое видео будет примерки будут очень короткие только для того чтобы вы получили какое-то представление примерять я буду конечно же не 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 буду вам полностью себя открывать а вот я еще заказала вот такую вот накидку белую на амазоне кстати я заказала сколько она стала я не помню ой как прям вот такая одежда которую вы будете пользоваться потому что вот она в общем я надену на себя и вы поймете она длинная здесь спереди две завязочки сделана она из вискозы здесь вот видите такая вот кружева на талии из завязывается две завязки нет рукава делать это такие 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 надеваются на когда вы на пляже вы целый день на пляже потом вы хотите встать выйти в туалет по пройти куда-то я не знаю за едой за дринком там или просто походить по пляжу и вы не хотите в купальнике в мокром ходите вы вы хотите немножко прикрыться и даже на ланч в принципе люди не одеваются а вот и тут вот в этом вот вот этих вот накидках идут прям покушать ланч обедать потому что вы пообедаете вы снова возвращаться на пляж зачем переодеваться вот поэтому нужно несколько вот таких вот типа накидок которых вы можете там прогуляться и плюс еще она как бы предотвращает чтобы не сгореть потому что солнца много и накидывая такую вы можете просто в ней же сидеть на пляже если вы боитесь сгореть естественно с санскрином и совсем но тем не менее там такое солнце что можно сгореть и и намазавшись всеми предохранительными кремами еще я заказала вот такой же вот синий платок который можно вокруг себя обмотать вокруг талии или вот так вот под грудью и в общем тоже это будет изображать накидку вот эту я заказала тоже такую накидку она правда синтетическая я не знаю как это будет если мне в него жарко я не буду я носить вот просто такая черная накидка тоже на купальник синтетическая с поясом у меня есть вот такой вот еще платок большой из льна кстати купленный в заре на летней распродаже за 13 долларов я ни разу его еще не носила не пользовался вот сейчас как он найден его тоже можно накидывать сверху на себя на плечи или на талию или в общем изображая из себя какую-то типа накидушку и у меня есть тоже из зары вот такая вот я купила это тоже летом я купила не ни разу не носила за 16 долларов хотя она стоила 60 это по моему чистый хлопок или лен я сейчас проверю да это чистый хлопок стопроцентный хлопок вот такая вот знаете как большая широкая такая кофта майка она не такая полупрозрачная в принципе и она очень довольно длинная то есть она чуть чуть выше колена и вот такая вот она вся красивая вся в такой вот вышивки я в принципе ее купила носить как ну как просто как такую летнюю кофту там с белым с белыми бежевыми брюками с чем-то она такая длинная в туника такая вот не могу остановить слов но ее вполне можно вот накидывать сверху на купальник на пляж единственное что ее надо надевать через голову что небольшая проблема но в принципе вполне вот по моему как пляжная такая туника она вполне сгодится тем больше он такая немножко прозрачная ну что ж давайте я немножко попозорюсь перед вами в купальнике и давайте посмотрим м Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok